Ну что получается, 21 век за окном, на дворе это, сказали бы, на территории России, а значит что? Значит, визитка Яроша плавно стала программой в телефоне, или же фотографиями в телефоне. Когда-то нужно было подкидывать визиточку для того, чтобы указать на украинский след в том или ином теракте, а теперь достаточно просто посмотреть фотографии телефона и сказать, что вот, смотрите, украинская символика, там у кого-то из террористов была загружена в телефон, значит след точно Украины, все, дело раскрыто, Украина должна ответить за кроку Сити Холл. Ну, по крайней мере, такова логика тех, кто об этом заявляет на территории России. Игорь Александрович, ну что, как вам украинский след в этой истории? Рад вас приветствовать, Екатерина Валерьевна. Украинский след в этой истории, он существует, безусловно, это неопровержимо об этом свидетельствует, то, что он существует, это реальность, данная нам в ощущениях. Он существует в голове Путина, это факт. Он существует в телевизоре, он существует в головах тех людей, которые верят Путину, верят российскому телевизору. Поэтому да, объективно он существует в головах, как вот отражение того вранья, который Путин распространяет. Тут он очень смешно. Было довольно забавное мероприятие, оно называлось «Съезд независимых профсоюзов». Что такое независимые профсоюзы, в России не знает никто, потому что такого чуда никогда в жизни не было. Профсоюзы – это приводной ремень партии, как был, так и остался. Ну а Путин, выступая на этом странном мероприятии, заявил о том, что исламские фундаменталисты никогда не могли бы причинить какие-то неприятности России, потому что мы же, вот наша внешняя политика, она такая, что мы с ним дружим. То есть представление о том, что среди тех людей, которых называют исламские фундаменталисты, есть разные. И если Путин дружит с Хамасом, с Хизбаллой, с талибами и с еменскими хуситами, то это совершенно не значит, что там то же самое исламское государство, которое, в общем, довольно существенно, у которых огромный зуб вырос еще на историческую Россию, которая тогда называлась Советским Союзом, и которая поубивала свыше миллиона афганцев. Потом, так сказать, позиция путинской орды в Сирии, где Путин поддерживал Асада, и, в общем-то, они все вместе лишили исламское государство территории. Вот, активность путинских наемников в Западной Африке, где тоже они воюют против исламских фундаменталистов. В общем, короче говоря, у ИГИЛ есть тысяча причин для того, чтобы устроить этот теракт. Есть причины, есть мотив, есть возможности. Поскольку таджикские беженцы, безусловно, таджикские не беженцы виноваты, а таджикские гастарбайтеры представляют собой довольно серьезную питательную среду, как с точки зрения невыносимых рабских условий, в которых они находятся в России, и так и с точки зрения того, что, ну, они действительно, многие из них религиозные мусульмане, и там, в общем-то, достаточно неплохо орудуют в том числе и игиловские проповедники. Вот, представить себе логистику, в соответствии с которой Украина может работать вот в этой таджикской беженской среде, не беженской, а гастарбайтерской среде, ну, довольно сложно. Какие ресурсы есть у украинской разведки для того, чтобы там работать? Это представить себе невозможно. Ну, и кроме всего прочего, знаменитая история про коридор, который, видимо, генерал Буданов руками должен был разгрести, минные поля, которые находятся на границе Брянской области и Украины, и каким-то образом расшвырять все те войска, которые, российские войска, которые там сосредоточены. При всем, так сказать, уважении к генералу Буданову, я думаю, что такой подвиг ему явно не под силу. Поэтому, подводя итоги вот этого небольшого микроскопического анализа, я хочу сказать, что да, украинский след, конечно, существует. Он есть, он очень устойчив, он находится в голове Путина. У него в голове много всяких следов у Путина, вот. Но вот я думаю, что вскрытие покажет. Игорь Александрович, знаете, мы так подсмеиваемся над тем, что там у пропагандистов методички, они их периодически достают, путают, опять складывают, снова достают какие-нибудь там старые, какой-то там летности, давности и так далее. А получается, вот, ну, по факту-то методички действительно не меняются. То есть вот когда-то была визитка Яроша, теперь фотография в телефоне, тогда был черно-красный флаг, сейчас вот жевто-блакытный. Все, нашли, след доказан. Вопросов больше нет. То есть действительно, я так понимаю, больше некому писать методички для того, чтобы придумывать какие-то новые истории. Или же это никому не нужно, или же на это не хотят тратить денег, или же все, кто писал там сценарий для КВНов, для Камеди Клаба, разъехались, и поэтому приходится работать по старым методичкам? Вы знаете, вы вот так вот, так сказать, критически очень относитесь к российской пропаганде и к тому, что делает администрация Путина. Но ведь у них действительно тяжелая ситуация. Вы смотрите, какая чудовищная деградация произошла в, так сказать, у спичрайтеров, вот в этом кругу спичрайтеров путинских. И то, что он несет полнейшую ахинею в последнее время, ну, он несет ахинею давно, но в последнее время эта ахинея стала просто невыносимо скучной и невыносимо глупой. Это отражение серьезного кадрового кризиса. Потому что, понимаете, ну вот, смотрите, раньше на Кремль работали такие яркие люди, как Станислав Белковский, Глеб Павловский. Это, ну, люди талантливые, безусловно. Ну, послушайте сейчас Станислава Белковского. Это же очень талантливый человек. Вот такие люди. Или Павловский, который недавно умер. Это, безусловно, человек талантливый. В прошлом диссидент был когда-то. Потом работал на Кремль. Потом переметнулся, так сказать, стал, значит, оппозиционером. И все это делал он достаточно талантливо, достаточно ярко. Ну, а сейчас кто? Сейчас какие-то ноунеймы непонятные, которые несут просто постоянно какую-то, пишут Путину какую-то ахинею. А поскольку сам он писать не умеет, вот, а компьютером он не пользуется, как известно, то он оказывается вот таким заложником вот этих вот идиотов. Очень серьезная деградация. Причем известно, что из правительства, из аппарата правительства, из администрации президента очень многие люди уехали. Уехали, безусловно, люди, которые, ну, просто почуяли носом жареный. Если они не совершили физически, непосредственно, вот, своими руками каких-то кровавых преступлений, а только писали методички для Путина или только обслуживали его политику, то они прекрасно имеют возможность уехать и жить замечательно. Ну, как Анатолий Чубайс, например, так сказать, человек, который был одним из организаторов вот этого спецмероприятия по преемник, так называемый. Ну, он уехал, живет прекрасно на Западе. И это вот наиболее толковые, наиболее сообразительные уехали. Поэтому вот в результате, что вы хотите? Откуда им взять кадры? Нормальные, ну, вернее, не нормальные, нормальных там не было с самого начала, но вот более-менее способные люди в этом окружении, они уезжают, а остаются, остаются бездари, остаются, ну, такие вот совсем одноклеточные. Вот мы видим в результате вот эти вот методички нелепые. Я абсолютно убежден, что если бы по-прежнему там были такие люди, как Павловский, они бы наверняка что-нибудь придумали повеселее. Наверняка. И вот это сто процентов. А здесь, ну, что делать? Приходится работать с теми, кто есть. Тяжелая судьба у зорпатора, который сидит 25 лет и все это время старательно защищает поляну. В результате вот вырастает то, что вырастает. Мусорная трава. Ну да, это уже даже не смешно, и каждый раз это опровергать, знаете, себя чувствуешь клоуном, каждый раз объясняя, что это все цирк, потому что кажется, ну, и так мы все это знаем, мы 10 лет только этими занимаемся, мы это все уже видели и это все уже проходили. Ну, действительно, вы опять делаете вид, что это впервые происходит в вашей жизни. Да, тогда были, вы нашли, значит, бумагу, а теперь вы нашли фотографию в телефоне, как будто бы фотографию в телефоне нельзя загрузить в любой из моментов. Ну, то есть вообще уже не смешно становится. Но в этот момент, опять-таки, благодаря Соловьеву новый теракт на территории России предотвращен. Ну, я просто, как бы, выполнил роль, значит, этого персонажа, вот, помета, значит, речь идет о том, что вот в этих иконах, значит, обнаружено огромное количество гексогена. Вот, здесь прекрасно все, значит, то, каким образом российские спецслужбы раскрывают и предотвращают теракт, это известно. Меня всегда радовало, когда, значит, они говорят, что вот в этом отчитывается, ФСБ отчитывается, что в этом году предотвращено там 100 500 миллионов, значит, разоблачены 100 500 миллионов вражеских агентов. Ну, просто всякий, кто хотя бы примерно представляет себе, ну, изучал, так сказать, работу того же самого Комитета государственной безопасности или, значит, западных контрразведок, знает, что раскрыть, разоблачить хоть одного иностранного агента, это бывает огромный успех в год. А здесь 100 500 миллионов, то есть обычно ФСБ, так сказать, одна из самых лживых организаций в системе государственного аппарата России. Ну, и здесь то же самое, вот предотвращение терактов, обязательно иконы, то есть надо же обязательно произобразить дело, что на святое, вот наше святое использует, пачкает в этом своем гексогене, вот до чего дошли, вот до чего дошли, так сказать, эти самые неонацисты украинские. Кстати говоря, последнее, последнее ноу-хау замечательное в этом новоязи путинском, это, вы знаете, как теперь украинцев называют в российской пропаганде? Это официальная, вот спущенная методичка, вы все говорите, методички старые, нет, вот они тоже что-то креативят. Не братья, не братья, понимаете? То есть украинцы на протяжении всего этого времени, вот уже более 10 лет объясняли, значит, россиянам, что мы никакие не братские народы. Ну, наконец, дошло. И теперь официальное название не братья. Вот видите, так что все-таки на что-то они способны. Ну, правда, выглядеть это довольно неубедительно, потому что тогда непонятно, куда девать основную, так сказать, теорию, в соответствии с которой вот единство трех братских народов. Чего тогда освобождать? Чего тогда защищать? Ну, мы слишком многого хотим, если хотим, логики какой-то от российской пропаганды. Ну, а с этим сюжетом все достаточно понятно. Никакого, конечно, теракта не было, никакого Гексавейна там не было. Это просто очередное, очередное вранье, очередной муляж со стороны путинской пропаганды. Ну, видите, как интересно получается, опять-таки, да, Соловьев говорит о том, что иконы с Киева приехали к Европе, побыли в Европе и уже на границе с Россией, они, значит, их обнаружили. Зачем России иконы с Киева? Тут как бы остается вопросом. И каким образом они туда все равно попадают? Это значит, вы поддерживаете бюджет Украины, если вы покупаете эти иконы? Тут как бы очень странная логика, но дальше они уже не развивали ее. Тем не менее, пока Соловьев говорит о том, что в иконах что-то было найдено и ай-ай-ай, киевский режим, то российские священники в этот же момент говорят о том, что как бы теракт это уже нормальная история. И в принципе, как бы, к этому нужно привыкать. Что вы думаете о происшедшем теракте в Крокус-Сити-Холле? Вот Великий пост, Первый день поста, Великая Пятница, а они там, чем занимались-то? Вот Бог их покарал. В России максимально 0,5% на сегодняшний день христиан православных. Вот если православные церкви пришли туда, вот с них можно спросить, вы что там делали? Вам это зачем? А основная масса же безбожники. Мы живем, родные, в эпоху, когда уж такие явления, как всякие террористические акты, стали нормой. Пора привыкать. Пора привыкать. Ну вот как-то так. Пора. Ну да, каждый пытается стать бенефициаром этого теракта. Путин, понятно, он каждый теракт пытается обернуть свою, не безуспешно, надо сказать, пытается обернуть свою пользу для того, чтобы закручивать гайки и становиться все более и более абсолютным диктатором. А вот этот пуп, он тут же оборачивает теракт в свою пользу. Говорит о том, что сами виноваты, ходите в Крокус-Сити вместо того, чтобы ходить в храм. Ходили бы в храм, не было. Хотя, почему, так сказать, в храме нельзя организовать теракт, этот, вот этот мужчина в женском платье так и не объяснил. Еще одна проблема, о которой уже Путин рассказал, тоже как-то случайно нарисовалась, как по мне, потому что традиционно он рассказывает о том, что у него мобилизационные резервы в 140 миллионов. А оказывается, категорически, катастрофически на России не хватает рабочей силы. У нас выбором большого нет. Или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда. У нас выбором большого нет. А что случилось? То есть, с одной стороны, как бы, понятно, утилизация проходит вовремя, ну, как бы, там, каждый день Генштаб дает цифры, понятное дело. Окей. С другой стороны, русские против нерусских, как они говорят, да, устроили очередные облавы и так далее, таджики им, значит, не нужны. А тут выходит Путин и говорит, извините, мы будем завозить рабочую силу. Откуда? Ну, оттуда уже. То есть, вариантов-то нет. Центральная Азия – это основной источник. И здесь Путин-то, на самом деле, он, в общем, понимает, что этот дым и этот пожар, он, в общем-то, под его креслом практически. Потому что, во-первых, действительно, сегодня выходцы из Центральной Азии, прежде всего, это таджики, это тот самый миллион таджиков, которые находятся на территории России. Это еще большее количество выходцев из Кыргызстана. Ну, в меньшей степени Узбекистан, но все равно достаточно много. Это очень, если действительно, так сказать, вот эта вот дикая ксенофобия, которая сейчас проявляется и распространяется и в российском обществе, особенно среди силовиков, когда просто в массовом порядке гнобят, начинают высылать, депортировать и так далее, и сами выходцы из Центральной Азии, так сказать, они насторожились. И, в общем-то, массового отъезда нет пока, но как знать, если начнут уезжать, то начнут уезжать массово. И это приведет, в конечном итоге, к очень серьезному проседанию таких сегментов экономики, как строительство, где на их труде, на арабском труде фактически держится этот сегмент экономики. И цены на жилье взлетят совершенно невероятным образом, как результат. Потому что попытка заменить рабский труд таджиков, киргизов, узбеков на стройках, это приведет просто к тому, что придется на порядок увеличивать зарплаты. Это, естественно, скажется на стоимости жилья. И это все, кроме всего прочего, это мусорная проблема, потому что заменить дворников, таджиков и киргизов на россиян, это опять-таки потребует. Во-первых, прямо скажем, те, кто жил в Советском Союзе в России, знают, что такое российский дворник. Это отдельное такое, отдельно взятое существо, и к уборке мусора он имеет очень отдаленное отношение. Поэтому вот вся эта сфера ЖКХ, если будут из нее изъяты представители Центральной Азии, она станет, во-первых, существенно дороже, а во-вторых, существенно хуже. То есть это будет мусорная проблема. Вообще в целом изъятие вот этих вот мигрантов, трудовых мигрантов из России приведет к очень существенному ухудшению жизни россиян, удорожению и ухудшению качества жизни. На это-то, в общем-то, Путину более-менее наплевать. Но просто, ко всему прочему, это вот на сегодняшний момент страны Центральной Азии, это те страны, которые составляют такую иллюзию некого постсоветского пространства. Потому что они как бы составляют основу ОДКБ, того, что фактически является гордостью пока еще Путина. А в случае такого резкого поворота, в принципе, они могут и отказаться участвовать в этом фиктивном военном блоке. Что, безусловно, приведет к существенному ухудшению ситуации, ну, дальнейшему углублению изоляции. Поэтому Путину это не надо, и он пытается дать команду назад. Он пытается все-таки сказать, что нет, вы, конечно, да, мы понимаем, но давайте мы все-таки будем дружно ненавидеть Украину и Запад. А не вот страны Центральной Азии. То есть на самом деле это... Но это, к сожалению, для Путина ксенофобия такая штука малоуправляемая. И кроме всего прочего, здесь же еще ксенофобия приводит к тому, что начинают обычные русские нацисты. Они же бьют не по паспорту, они бьют по нерусской физиономии. Поэтому жертвой ксенофобии вот этой вот после теракта в Кропас-Сити стал, например, чеченец, выходец из Чечни, которого просто задержали и сразу же убили в полицейском участке. Вот, то есть, ну, правда, сказали, что он покончил с Кропасом, ну, каким-то странным образом. Ну, это вот как раз та самая неизбирательная ксенофобия, которой невозможно управлять. Путин, устроив этот теракт, а у меня особых сомнений нет в том, что роль российских спецслужб здесь существенна. Я не утверждаю, какая, но она существенная. В диапазоне от бездействия до прямой организации, соучастия в организации. Так вот, Путин, устроив этот теракт, вызвал вот эту волну ксенофобии, которую он уже управлять не может. Ну, собственно говоря, как и все, что он делает, он в конечном итоге стреляет себе в разные части тела. Ну, не себе, вернее, а России. Тут еще одна интересная ситуация. Тот, который Кирилл тоже как-то сказал о том, что в России демографическая катастрофа. Обычно он так громко об этом не говорит. Ну да, там Путин уже огласил два года, там, годом семьи, детей надо рожать, не время учиться, вот от ума много проблем и так далее. Но, тем не менее, чтобы вот так вот, прямо, знаете, катастрофа демографическая. Вы знаете, я так понимаю, что вы имеете в виду Гундяева, этого сотрудника КГБ, который исполняет под прикрытием, так сказать, работает патриархом московской патриархии. Так вот, Гундяев, он тоже пытается и теракт использовать в своих интересах и все остальное. Ну, задача, естественно, увеличить капитализацию вот этой вот тоталитарной секты под названием РПЦ. И, ну, в принципе, он усиленно эксплуатирует, так сказать, сейчас войну для того, чтобы, так сказать, бороться с абортами. Ну, короче говоря, обычная риторика этой тоталитарной секты. Естественно, в условиях войны каким-то образом требовать от людей, чтобы они рожали детей, когда горизонт планирования, в общем, ограничивается одним днем, в лучшем случае двумя, это совершенно бессмысленное занятие. Демографическая ситуация в России ухудшается и будет ухудшаться, смертность будет превышать рождаемость, и никакие усилия этой тоталитарной секты ничего не изменят. Борьба с абортами приведет только к очень серьезным страданиям женщин, которые вынуждены будут обращаться ко всяким, так сказать, подпольным знахарям, колдунам и так далее. Ну, это еще один выстрел в российское общество. Фактически, вообще, вот это вот РПЦ, это одна из самых... Я уж не говорю сейчас, да, сейчас, конечно, главная беда это тот фашизм, который распространился в России, но РПЦ всегда была большой бедой для России, исторической большой бедой. Ну, а сейчас, когда фактически РПЦ слилась с русским фашизмом, это, в принципе, уже действительно настоящая чума. Вы знаете, мне нравится эта фраза, будет ухудшаться. Смотрите, демографическая катастрофа, то есть ситуация с рождаемостью будет ухудшаться. Я так понимаю, что ситуация с ЖКХ тоже будет ухудшаться. Ситуация везде одинакова. Оренбург, не знаю, кто это, где это они устроили, Омск и так далее. То есть я так понимаю, что зима прошла нечаянно негаданно, то есть как-то очень резко закончилась, и явно этого никто не ожидал. Вот глава российского села Солнечное на Алтае тоже искупался в талой воде для того, чтобы привлечь максимально внимание к этой проблеме. Готов вот даже в ледяную воду лезть для того, чтобы обратили внимание, в конце концов, что происходит. Абсолютно бестолковая работа продолжается уже двое суток. Полностью закольцовано, залита водой система канализации, система водоотведения. И сегодня власть делает что? Поставили две единицы техники, делают видимость, что мы боремся со стихией. Здесь воду берет, сюда закачивает. И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем. Абсолютно бессмысленно. Вода идет людям в подвалы, во дворы. Затопило полностью залитого канализации. Традиционная история. На денег нет, но вы держитесь. Деньги есть только на войну, я так понимаю. Ну да, собственно говоря, приговором вот всей этой системе ЖКХ, здравоохранения, образования является бюджет Российской Федерации, в котором явно сказано, что интерес российского правительства, российской власти представляет только военная сфера. Значит, на войну, скажем, четко разделены сегодня военный бюджет и гражданский. Военный бюджет – это любимое дитя, гражданский – это нелюбимые, так сказать, приемыши или, я не знаю, пасынок или пачерица. Ну, в общем, короче говоря, забыть надо о каком-то развитии науки, культуры, образования, здравоохранения, ЖКХ. Все это под нож, все это в угоду милитаризации экономики и в целом жизни в стране. На самом деле четко выявились бенефициары войны. Бенефициары войны – это, безусловно, так сказать, во-первых, самые богатые, потому что за период войны на 18 с лишним миллиардов долларов увеличилось совокупное состояние российских миллиардеров. Это одна категория людей, которые являются, безусловно, бенефициарами войны. Вторая категория – это те самые люди, которых отправляют на фронт. Они, конечно, бенефициарами становятся на минутку, но становятся, потому что на сегодня вот вся эта мобилизация, она происходит за счет резкого увеличения денег. Целый ряд регионов соревнуются просто в количестве денег, которые выдаются в обмен на подписание контракта с российской армией. То есть там до миллиона доходят суммы, которые регионы выделяют. Здесь в лидерах являются и Красноярский, Краснодарский край, Ленинград, Санкт-Петербург и так далее. То есть они выдают за мобилизацию, у человека, который подписывает контракт, они выдают сразу, так сказать, достаточно приличные суммы. Это, безусловно, они становятся на какое-то время бенефициарами войны. Плюс еще военные заводы. Там тоже исправно и хорошо платят. То есть вот война, поскольку война стала такой затяжной, она стала состоянием, вот состоянием, так сказать, российского общества. Российское общество уже фактически, российское государство и страна фактически уже живет в условиях войны. Война стала не каким-то разовым актом и состоянием, вот уже просто какая-то привычка к этой войне. И в ней четко выявились бенефициары, те люди, которые заинтересованы в продолжении войны. Поэтому, как в таких случаях говорят, вот война на истощении, затягивании. А многим это нравится, начиная с Путина, который, так сказать, прекрасно себя чувствует в условиях этой войны. Появился целый социальный слой людей, которые, в общем-то, вот то, что называется, кому война, кому мать родна. Вот такие тем, кому мать родна, становится достаточно много. Это и пропагандисты, которые, так сказать, привыкли уже. Им не надо ничего выдумывать. Вот они по-прежнему выходят в эфир и разжигают ненависть. А война является хорошим горючим средством. Мы видели только что, как у сотрудников вот этой тоталитарной секты РПЦ тоже, так сказать, вполне себя не удовлетворены тем, что идет война. Очень комфортно себя чувствуют. Объявили эту войну священной. Вот. И замечательно себя чувствуют. Очень-очень хорошо. Не надо ничего выдумывать. То есть, это затяжная война. Здесь происходит такой эффект положительной обратной связи, когда затягивание войны приводит к увеличению ее бенефицаров. И это, в свою очередь, обеспечивает дальнейшее затягивание войны. Поэтому вот разговоры о том, что это затягивание войны невыгодно Путину, это ошибка. Это ошибка. Он купается в этой войне. Он, так сказать, война сегодня является источником продления его существования. Знаете, интересно получается тоже, когда Украина говорила о том, что мы там выбрали курс, мы хотим в Европу, мы хотим жить как Европа, мы хотим иметь зарплату как в Европе, мы хотим правосудие как в Европе, то тогда на территории России этому всему, этим заявлением смеялись в лицо, тыкали пальцы и палки в колеса, а потом вообще отобрали велосипед. А теперь выходит Путин и обещает средние российские социально-экономические показатели новым регионам. Тут надо традиционно открыть кавычки и закрыть кавычки. То есть получается, что когда Украина говорила каждому региону, что он может жить как Европа, это казалось каким-то сюром для России, как вы посмели, что это такое. А обещать Донецку, Луганску, не знаю, Запорожью или Херсону жизнь, не знаю, как в Якутии, как у тех, кто грабил и забирал унитазы с Украины, это нормально. Ну, вообще, что касается вот этих особенно так называемых новых регионов, имеется в виду те оккупированные части, подчеркиваю, части Запорожской и Херсонской области, которые были оккупированы и включены в Российскую Конституцию, в том числе, включая и Херсон и Запорожье, которые вообще никогда под оккупацией не были. Ну, или вернее, Херсон был, но короткое очень время. То вообще, говорить об этом как о российских регионах, когда все население этих, 99% населения этих регионов ненавидит оккупантов и ждет, когда их освободят. Это все, конечно, особенно учитывая то состояние, в котором находятся эти регионы. То есть, Донецкая и Луганская области, части Донецкой и Луганской области, которые находятся под оккупацией, это вообще гуманитарная катастрофа. Просто гуманитарная катастрофа. И то, что происходит на оккупированных территориях Херсонской и Запорожьской области, это тоже гуманитарная катастрофа. Поэтому, ну, здесь вот, причем, что характерно, это действительно, на самом деле, это в основном, ну, что касается Донецкой и Луганской областей, это действительно территория русскоязычного населения Украины, того самого русского мира, который пытался освободить Путин. Ну, как он его освободил, мы видим на примере таких населенных пунктов, как Бахмут, Абдеевка, вот, ну, видно, как они, что такое, когда русский мир приходит на территорию Украины. Наглядный пример. Ну, и, опять-таки, что касается украинских регионов, понятно, что касается русских регионов, давно не говорили за Белгород. Вот, кстати, сегодня в очередной раз дроны залетали, какие-то неизвестные, но очень добрые, на территорию России и Энгельс, и, собственно, много разных красивых мест посмотрели. Чет бомбануло там в Энгельсе, в Саратовской области, потом на Морозовск как-то так привет передали, в Ростов, Курск и так далее. Ну, и почему-то ничего не говорят про Белгород, что там происходит, традиционно как-то молчат об этом, но зато, например, Кадыров рассказал о безграничных возможностях, например, Чечни. Говорит, если бы какой-нибудь самолет залетел на территорию Чечни или же в пространство воздушное, то одновременно на нашу территорию вторгнутся, даже если 5000 самолетов, они собьют их всех нажатием одной кнопки. Такие у них возможности. Настолько мощные у нас системы ПВО. А почему бы Чечне тогда, получается, не поделиться этими системами ПВО, если они у них настолько мощные? Как-то в Чечню никто не залетает, вот смотрите, на остальную территорию России залетают. Или одна кнопка, это имеется в виду ядерный удар? Ну, я не знаю, вообще, так сказать, пытаться как-то комментировать вот то, что говорит Кадыров, это, знаете, как сатира умерла с тех пор, как появились такие персонажи, как Кадыров, как обитатели российского телевизора. Просто невозможно, их перешутить невозможно, потому что само появление, любое появление Кадырова, это само по себе пародия. Поэтому здесь вот все пародисты умерли, когда родился Кадыров. Вот. Ну, как комментировать? Ну, человек несет полную ахинею. Значит, человек абсолютно неадекватен. Человек – это такой нарост на теле российской государственности, который с самого начала паразитирует на том, что именно он, его семья, его клан, клан Кадыровых предал Чечню, перешел на сторону врага во Второй Чеченской войне. Благодаря этому произошла, так сказать, оккупация Чечни, и Кадыров является гауляйтером, который паразитирует на том, что он в обмен на то, что он держит Чечню в покорности, он получает совершенно фантастические деньги от российского бюджета. По сути дела, Путин платит дань Кадырову. Вот за счет этого Кадыров прекрасно себя чувствует, вот изображает из себя, так сказать, всемогущего шах-ин-шаха, это его, кстати, официальное название в Чечне. Ну и несет вот такой вот ахинею. Понятно, что на самом деле я думаю, что мне трудно сказать, какая будет судьба у этого человека, когда чеченские, ищкирийские, вернее, освободительные батальоны придут на территорию Чечни разбираться с ним. А это произойдет, потому что сейчас в составе украинской армии воюют не только российские добровольцы, не только полк Калиновского, но и целый ряд чеченских добровольцев, которые очень хорошо помнят, что и знают, что они сделают с Кадыровым, когда придут на территорию Чечни. А это произойдет. Вы уже вспоминали сегодня про задержанных в теракте и о тех, кто самостоятельно себя изуродовал, нанес себе увечья и так далее. Тут еще Симоньян записала некоторые объяснения по этому поводу, рассказывая... Многие военкоры наши, не могу сказать, что я просила всех, но значительных по весу общественного мнения людей. Вот от нас от всех мы очень надеемся, что этому парню, который не сдержался и от *** уха, ничего за это не будет. И теперь набрасывайтесь на меня всей своей либеротной сварой и говорите все, что хотите, мне совершенно все равно. Здесь вам не Норвегия, а хочется вам в Норвегию, езжайте в Норвегию. Там Брэвик застрелил десятки людей, детей и сидит себе, сколько ему дали 21 год, потому что больше нельзя. У него несколько комнат, у него фитнес, он в компьютерные игры там играет, еще жалуется, что что-то ему не додали, не ту игру дали или как-то меньше времени позволяют играть. Так надо, так не будет. Ну а как будет, мы уже поняли с первой части ее рассказа. Я тут вспоминала про Бута, которого обменяли на территорию России. Он вернулся и рассказывал о том, как ему бедняжки там очень плохо сиделось в заграничной тюрьме и как его плохо кормили, потому что вообще ни овощей, ни фруктов не видел. Одна картошка фри и вот эти ваши отбивные, постоянный страх. И по телефону давали разговаривать очень мало. Что касается Симоньян, то на самом деле хорошо, что она так откровенно говорит, что она радуется. Она высказала с самого начала, когда посмотрела, поделилась своими чувствами, когда она посмотрела эту процедуру от уха подозреваемому, подчеркиваю, подозреваемому. Неизвестно, какое отношение этот человек имел к теракту, но вот его обнаружили где-то в брянских лесах, недалеко от белорусской границы, отловили. И Маргарита Симоньян поделилась своим чувством глубокого удовлетворения. Ей нравятся эти пытки. Ну то, что она упыриха и садистка, это было известно давно. Но важно другое, то, что мало ли садистов, мало ли упырей. А это человек, который возглавляет крупнейший медиахолдинг государственный. Это человек, который транслирует вот эти свои чувства и взгляды на огромную аудиторию и делает, и легитимизирует эти чувства и взгляды. Ну как, понимаете, в любом обществе есть садисты, есть ***. Тут исключений практически нет. Я не знаю ни одной страны, где не было бы таких людей, которые являются садистами у себя дома, занимаются садизмом. То есть такие люди есть. Но когда это все легитимизируется, когда это становится фактически государственной политикой, и все это одобряется, переощряется, то это страшная вещь. То есть на самом деле, вот сегодня тем людям, которые говорят, что надо какое-то там перемирие с Путиным, надо отдать ему те территории, которые он уже захватил, пусть подавятся, но главное, чтобы мир. Вот вы, я хочу просто обратиться к этим людям, спросите, вы правда хотите, чтобы граждане Украины жили под властью вот этих садистов? Ну, Буча, Мариуполь может показаться как бы еще не самым страшным, если Россия укрепится на этих захваченных территориях. А там же живут граждане Украины. То есть вот находиться под властью этих ***, ну мне кажется, это просто будет огромное преступление. Поэтому, конечно, до уничтожения путинского режима прекращать эту войну, конечно, никак нельзя. Трибунал в отношении Путина с большой долей вероятности будет создан до конца этого года. В российских так называемых СМИ это, конечно же, сопровождается смехом. Рассматриваются два основных варианта. Международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы. Ну и тут, собственно, хочется напомнить, что смеется хорошо не только тот, кто умеет смеяться, а и тот, кто смеется последнему. Да, трибунал создается. Путин уже является, так сказать, разыскиваемым военным преступником по делу о геноциде в отношении украинских детей. Количество преступлений, количество статей, по которых будут судить Путина, все увеличивается. И, ну, безусловно, тот сценарий, благодаря которому Путин окажется на скамье подсудимых, он может быть различным. Но, в принципе, сам факт этого трибунала, сам вот такой посыл российскому обществу, российским элитам о том, что трибунал создан. И есть конкретные, это же не просто какие-то угрозы, не просто какие-то страшилки, а конкретные статьи, конкретные обвинения, которые выдвигаются против Путина, его окружения. Это фактор, который, с одной стороны, показывает людям их перспективу, а с другой стороны, это полезная штука, потому что она в конечном итоге проводит демаркационную линию в самой российской власти. Те, которые уже совершили преступление, ну, да, они уже, что называется, должны просто ждать этого приговора. А те, кто не совершил это преступление, они, в принципе, стоят перед выбором. Либо, так сказать, пытаться каким-то образом сбежать, как это сделали довольно многие уже представители российской власти. Там, можно сказать, и о Чубайсе, и о других людях, которые, значит, вовремя, что называется, соскочили с этого Титаника. Так и людям, которые еще не совершили каких-то преступлений, ну, в общем, воздерживаться, то есть как-то понимать перспективу. То есть это хорошая история. Создание этого трибунала, это, ну, немножко запоздало, но, в принципе, лучше поздно, чем никогда. Как думаете, доживет Путин до трибунала? Не знаю. Это, что называется, настолько туманный вопрос. Тут может быть разная ситуация. То есть если произойдет в результате тяжелого военного поражения, произойдет какой-то взрыв, в том числе среди силовиков, то вполне вероятно, что нет. Я думаю, что если вероятность того, что окружение Путина, силовики не захотят суда над Путиным, потому что он что-то будет рассказывать, а это никому не нужно. Вероятность того, что его ждет судьба не Саддама Хусейна, а скорее Каддафи, это вероятность больше. То есть вероятность того, что свои уберут, то есть какие-то, так сказать, либо Каддафи, либо Чаушеску, ну, что-то в этом роде. Я думаю, что все-таки в большей степени это судьба Чаушески и Каддафи, чем Саддама Хусейна. Игорь Александрович, благодарю вас за этот разговор. Спасибо, Екатерина Валерьевна, за беседу и хороших вам выходных и слава Украине. Героям слава и смерть тим клятим ворогам нашим. Традиційно дякую вам за те, что дивитесь, за ваши вподобайки и комментарии, за те, что подписываетесь на YouTube канал 24 каналу, робите так и надалее. Ну и, конечно, бережите себя. Побачимось с вами. Па-па. Продолжение следует...